МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Дети решили побаловаться со спичками. Эта забава едва не стоила им жизни. Первыми неладное в этом доме заподозрили соседи. Будучи на улице, они услышали детский плач. По их словам, соседка иногда оставляла детей дома одних. Так случилось и в этот раз. Правда, с той лишь разницей, что для своих игрушек вместо кукол и зверушек трое малышей выбрали спички. Стало пахнуть паленой, пластмассой что ли какой-то. Сосед вышел на улицу, я позвала соседа. Сказала, это девчонки плачут, не знаю, в чем дело. Давай это, может, сломаем. Боялись сломать. Потом, когда подошли, стали глядеть, какой замок. Где-то это, ну как, может, можно отомкнуть или нет. И со скважины щели провалил сильный дым. Я сына позвала, сказала, не силом будем ломать, дым идет. Когда сломали, одна девочка, это, вывалилась вся в копоти, все. Потом это, стали, это, детей стали выносить. Газовый баллон вытащили, девочку вытащили. Сын или сосед кто-то вытащил, не знаю. Я побежала, еще маленькая, знаю, что у них маленькая. Двугодовала, да, или как она? Двугодовала девочка еще осталась. Я побежала ее искать. Двоих девочек вытащили из дома сразу, а вот самую младшую тете Тане пришлось искать в кромешном дыму. А возгорание незамедлительно сообщили пожарным, которые тут же отправили на место боевой расчет. Пока прибыли неотложка и брандмейстеры, Татьяна Беликова оказывала ребенку экстренную помощь. Несколько дней дети находились на лечении в районной больнице. Врачи провели все необходимые процедуры. Двое детей в состоянии средней степени тяжести, сразу были они госпитализированы в детское отделение и оказаны лечения. Один ребенок, Айша, 2014 года рождения, при поступлении ребенка был в состоянии средне-тяжелое. Сразу ребенок переведен на реанимационное отделение. И вечером уже где-то около 8 часов она уже переведена из отделения в детской, возле бабушки. Сомневая она, заторможенная была. Если чуть-чуть, если не вовремя не успели бы, не знали бы даже, чем закончилось бы. Сейчас их здоровью ничто не угрожает, и дети уже вернулись в семью, которую с профилактической миссией посетили пожарные районы. С начала 2015 года на территории Роматинской области зарегистрировали 1063 пожара. В этих пожарах погибло 22 человек, из них двое детей. При пожарах 26 человек получили травмы по различной степени тяжести. Основным объектом пожаров у нас является жилой сектор, это 784 пожара. Предприятие торговли 29 и автотранспортные средства 137. Основной причиной пожаров является это неосторожное обращение с огнем. Это порядка 309 загораний. Установлены поджоги 298. Улучшение правил монтажа и технической эксплуатации литового орудия 171. Шалосты с огнем 155. Сейчас самый разгар второго этапа месячника пожарной безопасности, а потому брандмейстеры в очередной раз просят обратить особое внимание на исправность отопительных приборов и печей. Неправильная эксплуатация печи может привести к отравлению угарным газом. Угарный газ активно связывается с гемоглобином крови, способствует потере сознания и отравлению организма человека. С начала 2015 года от отравления угарным газом погиб 41 человек. Регулярно проверяйте печь. В ней могут быть трещины. Два раза в год в осенний и весенний сезон очищайте дымоход от сажи. Также забитые печные трубы могут послужить отравлению угарным газом. По заказу комитета по ЧС МВД Республики Казахстан. Другой пожар, запечатленный объективами наших камер, произошел в Талдыкургане. В 17 часов дня на пульт дежурного противопожарной службы поступил сигнал о возгорании автомобиля. По словам водителя авто, он только выехал со станции технического обслуживания, поменяв моторное масло. Проехав буквально несколько сотен метров, заметил дым, идущий из-под капота. Вывернув к обочине, мужчина увидел огонь. Пламя он попытался потушить самостоятельно, но после неудачной попытки вызвал пожарных. Силами борцов с огненной стихией возгорание удалось ликвидировать. Частью, сам владелец Тойоты Хайлендер не пострадал, а вот автомобиль подпорчен основательно. Пламя расплавило металл, обуглилась передняя часть машины. По предварительной версии, пожар произошел из-за короткого замыкания в электропроводке. В 17 часов 00 минут поступило сообщение о загорании автомашины марки «Хайлендер» 2007 года серии ОАА-05 Алматической области. По данному факту причины пожаровозникновения устанавливаются, материальный ущерб устанавливается. По данному факту вред жизни и здоровью людей не нанесен. К основным первичным средствам пожаротушения относятся огнетушители и пожарные щиты. Инструкция к использованию огнетушителя. Срываем пломбу, выдергиваем чеку, направляем раструб на место возгорания и нажимаем на рычаг. При тушении подносить раструб на безопасном расстоянии. В каждом производственном здании есть пожарный щит. Это набор инвентаря для тушения начинающегося пожара. Необходимо знать, где находится пожарный щит и значение каждого предмета инвентаря. Это может сохранить жизнь и имущество. По заказу комитета ПЧС МВД, Республики Казахстан. На сегодняшний день город Талдыкурган от огненной стихии защищают три пожарных части, которые несут свою вахту в круглосуточном режиме. Сотрудники противопожарной службы первые, кто 20 лет назад вошел в состав нового органа комитета ПЧС Республики Казахстан. Именно пожарным пришлось осваивать новые горизонты профессии, выросшие до нового профессионального уровня. История пожарных Алматинской области берет свое начало с 1932 года, когда было решено на территории вновь созданной Алматинской области организовать противопожарные формирования. На сегодняшний день пожарные оснащены всем необходимым для успешного проведения аварийно-спасательных работ и оказания экстренной помощи при любых ситуациях. 20 лет назад пришел пожарную охрану. Выбрал профессию, потому что эта профессия мне изначально со школьных времен нравилась, что она мужественная. спасение людей везде. Ну, за время несения службы 20 лет участвовал в различных стихийных бедствиях, аварийно-спасательных работ. Ну, пожарные, не только тушим пожары, но и участвуем в спасении людей, наводнений. Одним из... В 2010 году был прорыв плотины в селе Козелагаш. Я находился на дежурстве. И одними из первых мы на высокопроходимой машине заехали в село Козелагаш. И за это я получил медаль от президента нашей страны Назарбаева, медаль за отвагу. Сейчас профессия брандмейстеров потребовала универсальности, ведь в случае необходимости им предстоит управлять различной техникой, которая сейчас находится в полной боевой готовности в боксах пожарной части 22 города Талдыкурган. Следует отметить, что вопреки народным шуткам пожарным на смене не до сна, ведь день расписан буквально по минутам. Здесь не только осмотры техобслуживания техники, но и учебные часы, во время которых вновь и вновь повторяются азы личной безопасности. Если говорить о пожарных Талдыкургана, то их первая специально построенная часть и здание с пожарной каланчой расположилась на углу улиц Абая и Сланово. После смены ряда собственников сейчас оно снова передано на баланс ДЧС и в скором времени здесь будет проведен капитальный ремонт. В целях популяризации профессии и профилактики ЧС природного и техногенного характера систематически проводятся дни открытых дверей. На этот раз в СПЧ-1 для ознакомления были приглашены воспитанники детских садов, которые с неподдельным интересом разглядывали пожарную технику и с раскрытыми ртами слушали истории о реальных битвах с огнем. Сегодня мы были в пожарной, в специализированной пожарной части. Так как у нас проходит месячник по пожарной безопасности. Мы с детьми рисовали рисунки и проводили уроки. А сегодня у нас замечательная была экскурсия. Дети много увидели разной техники. Им очень понравилось. И дети многие пожелали быть пожарниками. Большое спасибо руководству этой специализированной части, что мы сегодня у них были. В профилактической работе дети особый контингент. Для объяснения им правил жизни приходится использовать разные методы. И такие усилия не уходят без следа. В честь 20-летия со дня становления гражданской защиты защиты органов проводятся дни открытых дверей в пожарных частях города Талдыкурган. А также проводится экскурсия детям, школьникам. А также проводятся инструктажи детям как мер пожарных безопасностей. А также будни пожарных. Как они проводят свои дни. Как они выходят на пожары. Также родителям и учителям и воспитателям проводятся инструктажи о мерах пожарной безопасности. Чтобы не допустить пожар в квартире соблюдайте основные меры пожарной безопасности. Уходя выключайте электроприборы. Не перегружайте электрические розетки и выключайте электрические приборы которыми вы не пользуетесь. Не оставляйте вещи около газовой плиты. Всегда храните спички и зажигалки вне пределах досягаемости детей. Приучайте их к тому, что это не игрушка. Что пользоваться ими могут только взрослые. Эти простые правила сохранят вашу жизнь и имущество. Среди действующих спасателей немало тех, кто выбрал свой жизненный путь благодаря вот таким вот встречам с представителями благородной профессии пожарной. Стать пожарным я мечтал с детства. Приходил в пожарную часть на экскурсии и понял, что это мое призвание. Закончил школу, потом как Шиталский пожарно-технический институт по специальности инженер. Начинал работать в Сарканском районе, сейчас работаю в Талдыкургане. Сейчас профессия пожарной стала универсальной. За время работы я обучился многим специальностям, работе с различными инструментами и самое главное оказанию экстренной медицины. У нас нет узкой направленности, только натушение пожаров. Мы готовы работать в любых ситуациях и пожарных можно по праву назвать одним словом спасателей. Особо почитает молодежь и своих наставников, которые принимали участие в становлении службы, ведь, как говорится, молодым везде у нас дорога, старикам везде у нас почет. В канун своего профессионального праздника сотрудники противопожарной службы и аварийно-спасательных работ посещают на дому своих ветеранов, которые долгое время стояли на защите народного достояния от огня и других ЧАЭС. Отсюда и искренние слова поздравлений в адрес бывших и действующих спасателей. Уважаемые спасатели, сотрудники и ветераны, мне доставляется огромное удовольствие искренне поздравить всех вас, посетивших себя благородному делу спасения в жизни людей, предупреждению, ликвидации последствий червячания ситуации со знаменательной датой 20 лет со дня образования комитета по червячанию ситуации Министерства внутренних дел Республики Казахстан. Президент Республики Казахстан Мусултан Абишиш Назарбаев в своем обращении народу Казахстана отметил, что государственная противопожарная служба является одним из важнейших звеньев развития экономического потенциала нашего государства. Предупреждение ликвидации червячайной ситуации и защиты населения территории страны от всех бедствий, техногенных, аварий и катастроф. Для достижения поставленной целы проделана значительная по масштабу и содержанию работа. Благодаря самоотверженному труду и высокому профессионализму спасатели предотвращены угрозой жизни и здоровью тысячи наших граждан. Когда ты видишь такое, то первая мысль, которая должна прийти к тебе в голову, это набрать номер 112. Остальное сделают профессионалы. 112. Этот номер спасет твою жизнь. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok